Здравствуйте! В столичной подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным в студии Елена Тиханович. Сюрприз от небесной канцелярии. Первый снег прошел сегодня в Минске. Это несмотря на температурный плюс. Некалендарные осадки были замечены в микрорайоне Уручье на проспектах Победителей и Независимости. Снежный покров появился и в районе Площади Победы. Правда, белые хлопья растаяли спустя всего несколько минут. Зимой не хочется еще, хотя снег это всегда приятно. Это что-то белое, чистое. Чуть-чуть вот снег, чуть-чуть. Жалею о том, что зонтик не взяла. Зимой еще не в разгаре, а хотелось, чтобы было побыстрее. Лучше снег, чем слякать. Встанем на лыжи, будем бегать. Закрытие сезона аттракционов 2014. До весны с минчанами сегодня попрощались городские парки. Затем, как Минск готовится к холодному сезону, наблюдала наш дежурный по городу Вероника Фалей. Крылатым качелем заслуженный отпуск. Сезон аттракционов в столичных парках закрыт. Правда, совсем неожиданно для любителей прокатиться. В эти выходные аттракционы откружили свой прощальный вальс. Сегодня сезон катания официально объявлен закрытым. Карусели и лодочки под ключ мини-поезда отвезли в ремонтную мастерскую, а некоторые аттракционы и вовсе укутали в специальные термоодежды. Однако именно в этом году неожиданные плюс 20 в середине осени сыграли свое дело. Для маленьких минчан сезон продлили на целую неделю. Хотя традиционно жизнь в парке замирает еще в середине октября. Металл настывает, поэтому опасно пользоваться аттракционами. Пара зимних сапог на ноги и две на железного коня. Тем, кто еще не успел подготовить свои автомобили к зиме, госавтоинспекция дарит уникальную возможность переобуться. От кожаных полуботинок до войлочных сапог. Утеплить свои две минчанам, впрочем, как и всегда, не составит особого труда. А вот у водителей выбор невелик. На автомобильные диски налезет только зимняя резина. К слову, первыми о безопасности водителей позаботились автоинспекторы Фрунденского района. 50-процентную скидку на новую обувку столичным автомобилистам сделали в рамках акции «Зимнюю шину на машину». А тех, кто уже успел переобуть железного коня, порадовали подарочным сертификатом на мойку автомобиля. Я уже слышал в интернете, я читал, что вводится закон, обязанность пользоваться зимними шинами в зимнее время. Поэтому воспользуюсь с радостью. Летняя резина не имеет такого сцепления с дорогой. Поэтому госавтоинспекция рекомендует при снижении температуры до 7 градусов заменить резину. Из промышленного комплекса в арт-объект. Народные мотивы и сюрреалистические композиции. Над преображением улицы Октябрьской потрудили столичные граффитисты. Правда, шедевральные изменения делал рук не только минских мастеров. Стрит-арт-навыки демонстрируют и бразильские художники в рамках проекта «В улице Бразиль». К слову, на фасаде одного из заводов в Ленинском районе уже поселилась мексиканская художница Фрида Кала. В ее объятиях и нидерландский гений Ван Гог. А по соседству белорусский гусляр, созданный по мотивам известной поэмы Янки Купалы. Весной же Минчан ожидает появление еще двух картин на фасаде Национального банка Беларуси и на одном из корпусов столичного завода. Больше всего мне понравился, конечно, вот этот старичок на гуслях. То есть очень красиво, вообще невероятно, как они могли пропорции сохранить. Ваши видеопакты «Звонок» могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт tv.by.ru в разделе «Форум». Звоните по телефону горячей линии 1-600-700. И помните, нам важны подробности. Новый ангиографический кабинет для выявления патологии кровеносных сосудов до конца года откроют на базе 4-й городской клинической больницы. В Минске он будет уже шестым по счетам. Сейчас идет монтаж оборудования, а медперсонал проходит обучение в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. Современную медтехнику закупили и для больницы скорой медицинской помощи. Там готовится к открытию новая операционная для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специальное автоматическое электронное устройство считывает с внутренней поверхности сердца тот ритм, который может обеспечить само сердце по себе. Если устройство, будем говорить так, понимает, детектирует, что этот ритм ниже допустимого, оно начинает стимулировать сердце само. Яркая альтернатива паркоматы на солнечных батареях появится в столице до конца года. Платная парковка более чем на три сотни машиномест разместится в районе улицы Комсомольской, Интернациональной и Революционной. Заряжать паркомат будут восемь солнечных аппаратов, которые установят по периметру уже в ноябре. Оплатить стоянку можно будет наличными посредством банковской карточки и СМС. На начальном этапе будет наличными деньгами принимать оплату, но постепенно она будет принимать оплату и банковскими карточками, и СМС-сообщениями, и всеми возможными видами. Вива Италия в Минске в 14-й раз стартовала Всемирная неделя итальянского языка. В эти дни белорусский зритель сможет прикоснуться к культуре страны родины карнавала. К слову, уже сегодня в кинотеатре Победы начались Дни итальянского кино. Первым покажут фильм итальянского режиссера, который называется «Особенный день». Второй фильм – швейцарский. Мы решили показать его, потому что в Швейцарии итальянский язык является одним из государственных. Завершит кинофестиваль блестящая комедия «Спортбар». Познакомиться с современными итальянками Минчанам поможет фотохудожник Галина Ермолаева. В своих работах она постаралась передать взрывной темперамент и изысканную красоту женщин далекой страны. От утонченных девушек до серьезных дам образы модели совершенно разные. А представлена женственная экспозиция в культурном центре «Итальянский мир». В Европе есть такое правило, что нельзя снимать прохожих без их разрешения. Мне надо было к ним подходить, сначала сфотографировать, потом спросить. Для художника это просто невозможно. Поэтому, скажем так, я схватывала момент и убегала с того места. С 7 утра ты выходишь на улицы Италии, и их там океан. И океан красивых женщин. Репетиция зимы. Первый снег в октябре удивил, но не застал врасплох Минчан. А как горожане готовятся к первым морозам, наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Мы живем в частном доме, только что на улице, все убрали с огорода. Одежда готова, дача убрана. Вот сегодня достал теплую шапку. Потепляем окна. Ну что еще? Ну и готовимся, теплее одеваемся. Я готовлюсь и мандарины закупаю, уже к Новому году готовлюсь. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которая всегда рядом, работала Елена Тиханович. Всего доброго и до встречи.